Ирина Ганина в налоговых органах с 92-го. На службу она пришла буквально со студенческой скамьи, юной 24-летней девушкой, которой предстояло ежедневно выполнять большой объем работы в налоговой инспекции по Касимовскому району. Рабочий день у нас порой начинался с 5-6 утра, потому что проверки все проводились только на территории предприятия, колхозах, совхозах. А так как нужно было успеть добраться, а логистика была не очень-то хорошая, выстроенная в 90-е годы, нам приходилось ездить на таких вот ранних маршрутах на общественном транспорте. Приезжали мы в отдаленные местности, где находились эти предприятия, сторожа открывали нам здания, мы заходили, начинали работу еще до прихода бухгалтеров. Ирина Ганина признается, было трудно, но при всем при этом интересно. Тогда налоговый инспектор был, что называется, универсальным сотрудником. Он принимал отчетности, составлял свои, плюс проводил выездные проверки. На всю инспекцию было лишь два компьютера. Однако трудности, говорит, только закаляли. И спустя 7 лет Ирина Ганина стала руководителем налоговой инспекции по городу Касимову. За службу ее наградили знаками «Отличник Министерства Российской Федерации по налогам и сборам» и «Почетный работник ФНС России». Изменились оснащения инспекции. Сейчас инспекции превратились в настоящие аналитические центры. Налоговый инспектор, у налогового инспектора на рабочем месте есть возможность доступа к 170 информационным ресурсам. Кстати сказать, ни одной федеральной службы на сегодняшний день такой нет с таким массивом информации. Все бизнес-процессы налогово администрированы, они полностью автоматизированы, начиная с регистрации налогоплательщика, заканчивая введением уже карточки расчетов с бюджетом. В 2009 году в ФНС появился первый налоговый сервис – личный кабинет налогоплательщика. Там можно было увидеть начисленный имущественный налог и задолженность. Сейчас в личном кабинете уже больше 30 услуг. И к инновациям адаптируются как рядовые граждане, так и ветераны службы. Обо всех изменениях, оказываемых услугах и начале рабочего пути мы поговорили с Ириной Ганиной в программе «Городские встречи». Премьера уже в ближайшее время. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.